Интерес, доказал первое видео на просмотр. Называется «Роковые красотки и темные рыцари. Как устроен Нуар?» Поиск репликантов в киберпанк-вселенной. Люблю «Бегущего по лезвию». Очень классно он сделан. Там задники. То есть там не было такой компьютерной графики, но они руками зарисовывались эти задники. Сражение Бэтмена социальной несправедливостью. Старшеклассник в поисках убийцы своей девушки. Анимационный детектив. За более чем 70-летнюю историю Нуар приобретал различные формы и превратился в один из главных феноменов мирового кино с набором безошибочно узнаваемых особенностей. Определить границы классического фильма Нуара крайне сложно и, строго говоря, его нельзя даже считать жанром. По идее, Нуар – это такая реакция на войну. То есть, как для меня, по сути, основной составляющей Нуара является этот герой, который, соответственно, потерян, который не знает, не может понять, где добро, где зло и существует в промежуточном пространстве. Одним из самых важных, так сказать, кадров Нуара является герой, который смотрит через... Вот это вот через, как это называется, это джалюзи, да, и на него падает тень от джалюзи, то есть полосы черные-белые. То есть, что нам говорит о том, что, по сути, герой находится в некотором мире, где вот это добро и зло размыто, и он вот на грани этого добра и зла существует. И также Нуар – это, да, как я сказал, реакция на войну. Это значит, что герой, соответственно, прошел через какой-то военный опыт. А война у нас, как известно, это некоторая потеря всех смыслов. То есть, человек, который побыл на войне, он тоже думает, что мир, он уже не является каким-то замыслом бога. Во всяком случае, если бог существует в этом мире, то это не добрый бог, потому что военный опыт, соответственно, разрушает персону, разрушает человека. И зачастую мы видим вот таких вот потерянных героев, которые никому не нужны после войны. Одни критики называют определяющей чертой моральную неоднозначность, запутанную термотургию и пессимистичный тон. Другие выделяют образы протагониста, частного детектива и фам-фатали. Третьи пишут, что... Фам-фатали – это типа женщина, которая роковая. Это хорошее видео, что про влияние женщины Кейна на жанр ничего не скажут. Ну, разве Кейн – это вообще нуар сам по себе? То есть, там есть какие-то, конечно, такие, как бы, зачатки, может быть, жанра, но, по сути, это же первое макьюментари. Встречал недавно какие-то интересные тексты про кино. Тексты про кино не встречал, хотя периодически в журнале «Сеанс» есть что-то интересное. Жалюзи – это общество, ну, не общество, а сам герой. Технически согласен. Что относить или не относить к нуару или неонуару. Мы попробуем разобрать основные элементы классического фильма нуар и расскажем, какую эволюцию они прошли от 40-х годов до наших дней. Ну, вот для меня, по сути, неоднозначный протагонист является основным каким-то вещью, которая определяет весь жанр. «Сеанс» были временем политической нестабильности, общественной паранойи и неуверенности в будущем. Вторая мировая и страх ядерной войны, воспоминания о Великой депрессии и крушении американской мечты, охота на ведьм и коммунистическая угроза. В этой неуютной среде и появился герой нуара, переполненный сомнениями мужчина средних лет. Первым эталоном нуаром считается «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона 1941 года, а сыгравший главную роль Хамфри Богорт, стал не просто популярным актером, а символом целой эпохи. Подобные ему харизматичные циники заполнили неуютные городские пространства фильмов нуаров. Да, что потом интересно, как этот жанр будет дегонструироваться. То есть вот этот образ детектива, как он потом в современном кинематографе будет обыгрываться, и как уже потом вот эти герои нуарные, они будут совсем по-другому восприниматься, далеко можно не ходить, взять какой-нибудь просто кровь, посмотреть, как этот фильм устроен. Это какая-то, по сути, деконструкция нуара своего рода. И применно одевались в широкоплечий плащ, иногда носили шляпу, постоянно курили и критическим взглядом оценивали происходящее вокруг. Профиль протагониста часто освещался только с одной стороны, что подчеркивало моральную неоднозначность героя. Он не рыцарь в сверкающих доспехах. Мы видим, да, то есть часть героя абсолютно тёмная, как я сегодня когда стрим запускал, такая же тень была, вот, а часть светлая. Но ещё есть кадры жалюзи, знаменитый, я не знаю, здесь покажут или нет, но их прям очень много. Покажу просто. То есть вот какое-то такое, по сути, тоже нуарные цитаты. И не только когда, ну, так вот, ещё просто само лицо, тоже разделённое на свет и тьму, по сути, так же работает, говоря о том, что герой у нас является и плохим, и хорошим. Но и не отрицательный персонаж. Типичный герой нуара — частный детектив, который находится между мирами порядка и хаоса, закона и преступности. Во многом он наследник духа потерянного поколения в литературе. Он растерян, лишён моральной опоры и разочарован в мире. Я понимаю, ты не любишь меня. Нет, я никогда не любил, я никогда не любил. Ну, это именно что во важности, также и военного влияния, то есть война добавляет разочарование в мире, война показывает то, что как бы вот этот вот, как бы абсурд, он, по сути, оправдан. То есть абсурд, когда просто все убивают всех. И как также влияние на войну, влияние на вот этот вот смысл, разрушенный войной, появились всякие фантастические фильмы, то есть поэтому люди обратились после военной годы, после Второй мировой войны к теме там НЛО, например, мы видим НЛО в таких фильмах, как, ну, как бы, цитату уже, наверное, на фильм про НЛО, в таких фильмах, как «Человек, которого не было», да. То есть, по сути, это вот тоже отсылка на нуарные детективы, отсылка на нуарное время, и людям надо было понять, придумать, почему, собственно, вот это зло, которое произошло в время Второй мировой, оно произошло, и спихнуть вину на что-то, например, вину на инопланетян тех же. Второй сезон «Фарго» как раз это и есть цитата, то есть это уже постмодернизм, постмодернизм, то есть Второй сезон «Фарго» это цитата как раз из «Человека, которого не было», то есть фильма Коинов. Кстати, отличный фильм, рекомендую всем глянуть, черно-белый. Традиция неоднозначных героев брала начало в американском гангстерском кино 30-х. Другого... Это тоже нуар, и там все неплохо играет Билли Боб Тортон, кто как бы хочет его в такой альтернативной роли увидеть, рекомендую глянуть, он там просто, я не знаю, он идеально там молчит, герой, который очень мало фраз произносит. То есть мне он, мне он как человеку с ником Силентиум крайне-крайне нравится. На самом деле такое освещение еще не продиктовано использованием упрощенных схем освещения из-за необходимости в большей производительности продакшен и игром. Ну, тут тоже согласен, ну, тоже согласен, но дальше это уже было использовано как как штамп, как некоторый шаблон жанра, и сейчас, когда, в общем-то, в этом уже нет такой необходимости, все равно это встречается. До социальной неопределенности, когда экраны и газетные заголовки покорили притягательные преступники. Фильмы-нуары часто были основаны на книгах. Пионерами нуара в литературе принято считать авторов круто сваренных детективов Дэшела Хэммета и Джеймса Кейна, чьи запутанные криминальные романы были переполнены сексом и насилием. Ставший расхожим приемом закадровый голос, сценаристы тоже позаимствовали из книг. Сам термин нуар пришел из литературы. В 1920-е годы в США были популярны так называемые «крутые романы», которые во Франции адаптировали термином нуар «Черный роман». А в 1946 году французский критик Нино Франк применил термин нуар уже в отношении нового явления в американском кино 40-х, объединяющей чертой которых он называл характерный визуальный стиль и общий дух пессимизма. От судьбы не уйти. Фатализм фильмов-нуаров напоминал греческие трагедии, в которых персонажам тоже постоянно приходилось под гнетом обстоятельств делать невозможный выбор и нарушать закон. Краски в таких историях сгущены, жестокость зашкаливала и финал редко оказывался счастливым. Ну, то есть, что, в общем-то, как, например, те же самые Тругацкие говорили, да, они говорили, что мы считаем хорошие концовки маловероятными, то есть хэппи-энд это такая вещь, которая маловероятная, видимо, в нуаре, авторы нуаров вот этой вот идеей тоже вдохновлены, ну, точнее, может быть, и Стругацкие это взяли как раз с идеей нуаров. Краткий период торжества пессимизма закончился довольно быстро. С приходом телевидения кино окончательно перестало привлекать зрителей. На смену нуарам пришли цветные мюзиклы и масштабные пепломы, эпические блокбастеры о древней истории. Ну, здесь имеется в виду то, что кинематографу пришлось какие-то свои основные возможности продающие расширить. То есть, было как раз придумано цветной кинематограф, а телевидение какое-то время было нецветным. Это для того, чтобы зрители, соответственно, ходили в кино, а не сидели дома за телевизором. Также был придуман широкий кадр, то есть, вот эти границы кадра были расширены, как мы сейчас видим, да, они не 4 на 3, как мы видели до этого, а именно уже близко к 16 на 9. Вот. И это стало таким продающей способностью, продающим основой кинематографа, и на этом делалась вообще реклама, почему ли находиться в кино, потому что это будет какой-то другой опыт, по сути. Сейчас это все пытались повторить какое-то время назад с 3D-кинематографом, что 3D дает другой эффект, который вы дома не получите. В среднем, кстати, несмотря на то, что я 3D не люблю, но 3D любили кинопрокатчики, потому что 3D позволяет больше денег собирать с людей, так сказать, наебывать Гоев в большем количестве и в среднем чек на именно 3D-кино он больше, поэтому, собственно, и так много фильмов было в 3D-формате какое-то время. Ну и, конечно же, IMAX, это вообще другой опыт, другой гигантский экран, это тоже работает. Красочные и дорогостоящие фильмы завлекали зрителей аттракционом и давали возможность убежать от реальности. Они напоминали в очередной раз о том, что жизнь не так проста. Последним нуаром классической эпохи считается вышедшая в 1958 году «Печать зла» Орсона Уэлса, в финале которой режиссер символически попрощался с образом помятого детектива в плаще и шляпе. «Печать зла» Какие мы фаталь. Пока протагонист выясняет отношения с мрачным миром и вступает в неравное противостояние с судьбой, его проводником и иногда погибелью часто выступает роковая женщина. «Фам фаталь» французская идиома, которую можно перевести как «женщина, за которую стоит умереть». Она может быть союзником главного героя, как Лорен Беккл в «Глубоком сне». Блин, очень красивая женщина, мне прям Биллума нравится ее профиль. А может быть антагонисткой, как Глория Суонсон в «Бульваре Санса». Герой-мужчина может плохо с ней обращаться, как в фильме из прошлого, а может стать жертвой ее манипуляции, как в картине «Милдред Пирс». В фильме «Нуаре» традиционно именно роковая женщина представляет опасность для мужчины и толкает его на преступление. «Милдред Пирс». Я могу. Ну, что интересно, что да, это такой же штамп, который перешел в реальную жизнь, что вот ради женщины какой-то роковой, и вот образ роковой женщины, по сути, он был придуман, сконструирован в кинематографе. Видимо, мощные женские персонажи были востребованы, женщинам хотелось тоже как-то самоопределиться, и, соответственно, вот кинематограф, иллюзия кино, вот этот образ создал сконструированно, сконструировало. Несмотря на то, что в классических нуарах сохранялся так называемый мужской взгляд на женщину как объект, образ роковой соблазнительницы был настоящим прорывом в классическом изображении женщины в голливудском кино. Стремлением к независимости она бросает вызов патриархальному обществу, но зачастую становится жертвой мужчин, которые сами используют ее. Роковая женщина обитательница типичного мужского пространства. Бары, притоны, тюрьмы. Она много курит и обращается с оружием не хуже мужчины. В фильмах-нуарах женщины часто одеты в костюм с мужским силуэтом. Пиджаки с широкими плечами вошли в моду именно благодаря нуарам. Роковая женщина ставит под вопрос власть мужчин. Активная, умная, сильная, доминирующая и контролирующая собственную сексуальность она... Ну, в чем-то там, наверное, есть черты и преемственность нуара, там, Пэри Мэйсон, по сути, это, я так понимаю, какой-то детектив вот он в шляпе в таком в костюме, то есть это, по сути, нуарный штамп. Понятное дело, что сейчас все, что мы смотрим, не совсем является классическим нуаром. Это, скорее всего, нео-нуар. Интересованы только в себе и своем финансовом благополучии. Да, красивая эпоха с точки зрения. Готовая ради денег и влияния на любые поступки, Фам Фаталь представляет собой проекцию мужских желаний, которой протагонист хочет одновременно подчиняться и обладать. А какой Фам Фаталь предстает перед зрителем? Гилда, ты добрый? Я? Конечно, я добрый. Мы смотрим на ее появление в кадре. Камера по-мужски оценивает фигуру взглядом. За внешним образом сексуальной штучки скрывается холодная, расчетливая, сильная личность. Это настоящая игра в маскарад. Фам Фаталь знает силу собственной сексуальности и пользуется ею как оружием в мужском мире. Строгие правила цензуры в Голливуде тех лет накладывали свой отпечаток на образ роковой женщины, так что режиссерам приходилось исхитряться, чтобы неочевидными способами визуальными метафорами и игрой слов передавать эротический подтекст. Подавленная и болезненная сексуальность во многом определила образ классического нуара, в котором влечения часто не находят выхода, а счастливые и искренние любовные отношения невозможны. С падением кодекса... По сути, невозможно вот это вот обычное существование, невозможно. По сути, обычная жизнь, такая вот стандартная. Все эти шаблоны, они рушатся. Поэтому это то, про что есть нуар. Образ фамфаталь актуализировался, и именно роковую женщину часто называют предвестницей сексуальной революции в американском кино 60-х, 70-х. Позже, уже в 80-е, развивается жанр эротического триллера, который еще называют кокаиновым нуаром. Кокаин? Не одобряем кокаин? Не одобряем кокаин? Не одобряем наркотики? Кокаин, нет. В них приглушенные прежде сексуальность становятся ярко выражены, почти кричащие. А провокационное поведение роковой женщины грозит нарушить уютный мирок консервативных и благополучных мужчин. Ну, сексуальность как оружие, вот, собственно, наверное, это и запустило какие-то механизмы, связанные с сексуальной революцией, с раскрепощением. То есть, женщина, по сути, начинает себя как-то осознавать как объект влечения, да, и понимает, что сексуальность это и особый инструмент манипуляции. И это приводит к раскрепощению. Почему Мальтийский Сокол, Касабланка и Дурная Слава это нуары? Ведь Мальтийский Сокол классический детектив. А Касабланка и Дурная Слава скорее романтические драмы, в которых шпионский сюжет служит фоном для любовной истории. Как мы уже выяснили, постоянные жанровые атрибуты нуара это его персонажи и общее настроение. Сюжет при этом может быть любым. Но именно операторские приемы объединяют нуары в одно направление. В нуаре переплели стилевые приметы французского поэтического реализма Ну, то есть какой-нибудь там голландский угол с линиями не искаженными, а наклоненными. И немецкого экспрессионизма. Собственно, немецкий экспрессионизм это в том числе и вот эти тени. Ну, сейчас перемотаем. То есть и жалюзи, то, что я показывал, вот тоже тени такие яркие, это все унаследовано, соответственно, из немецкого экспрессионизма. И немецкого экспрессионизма. От первого были позаимствованы «Роковая женщина», «Потерянный герой», «Криминальный сюжет» и «Дождливое городское пространство». От немецкого экспрессионизма Нуарам досталось чувство клаустрофобии и паранойи, использование теней и игра контрастов, искаженные углы съемки. Все это выражало внутреннее беспокойство героев. Вот отрывок из фильма «М» немецкого режиссера Фрица Ланга. Обратите внимание на контрастное сочетание с... Вампиры не совсем Нуар. Вампиры как раз нас больше отсылают к немецкому экспрессионизму, к кабинету доктора Холигария, к Сферату, что более-менее оттуда как бы завинствовано. Но, в общем-то, наверное, смешать вампиров и Нуар это не самый такой непонятный, ну, то есть, это очевидный ход, и наверняка где-то есть что-то смешанное. Это и тени. Здесь заполняющее пространство экрана темнота скрывает опасность преступника на свободе. На почву американского криминального триллера яркие визуальные приемы привезли европейские кинематографисты, которые в 30-е сбежали в Голливуд от нацистской угрозы. Фритц Ланг, Майкл Кертец, Джозеф фон Штернберг, Билли Уайлдер, Питер Лорре, Отто Преминджер, Чарльз Видор и многие другие. Визуальный стиль нуара стремится создать впечатление, что действие разворачивается ночью, и для изображения характерен резкий контраст между светом и тенью. Такой эффект создается с помощью низкого ключа освещения. Точечный источник света направлен на лица персонажей, тем самым создавая жесткие тени и высокий контраст изображения. Ну, как уже в чате тоже отметили заранее, что это в том числе было связано и с удешевлением, с удешевлением производства, поэтому не только как бы это является таким осмысленным штампом, но это и вещь, которая просто вышла из правил продакшена того времени. Подобный визуальный стиль можно считать своеобразным комментарием на магистральную для нуара тему противостояния добра и зла. А обилие темных кадров прозрачно иллюстрирует общее отношение к миру, как средоточию греха и порока. Искаженность морали и неустойчивость расположения главных героев можно заметить по импортированным из Германии острым ракурсам, съемкам с нижних и верхних точек и активному использованию голландского угла. Вот, собственно, голландский угол. Прям совсем все завалено. То есть, по сути, у нас получается... Рукой показываю, как будто бы вы видите мою руку. А сейчас мышкой проведу. То есть, по сути, линия горизонта, она проходит из угла в угол кадра. Ну да, можно сказать, что да, еще вот эти эти же линии, по сути, это и есть железип преславутая. То есть, это как бы показывает вообще шаткость этого мира. То, что мир героев, он переворачивает, в том числе, и восприятие этого мира у них очень зыбкое и шаткое. То есть, что мир, он нестабилен ввиду того, что добро и зло размыто, вот этой границы на самом деле четко и нету, все немного переворачивается. Это несложно уместить в голове, сложно понять. Одна обязательная особенность стиля. Обратите внимание на обилие визуальных акцентов. Тени от жалюзи, полосы и решетки делают пространство геометричным, визуально отсылают к образу тюрьмы и таким образом намекают на судьбу героев. Изящно очерченные силуэты актеров на стенах, многочисленные отражения в зеркалах, блестящие от дождя улицы. Притягательность Нуара во многом заключается в его неестественности. В кадр могут попадать вещи, которые нам кажутся бытовыми и неприглядными в жизни, но на экране выглядят красиво. Самый характерный пример, кроме перечисленных выше, курение. Ну, вообще в курении в том числе здесь надо отметить то, что это было не только вещь нуара, то есть они не просто так захотели, чтобы персонажи курили, просто в какое-то время все поголовно курили, курение было стандартным, везде были пепельницы, в общем-то даже в начале девяностых курить можно было прямо внутри помещения в каком-нибудь кафешке или ресторане, это было ничего страшного, были там специальные, вначале курить можно было везде, потом были специальные места для курения, вот, а сейчас на курильщиков началась охота, вообще курение конечно же вредно для здоровья, что тут как бы греха таить, но вот интересно, что раньше оно было повсеместно распространено и не считалось каким-то зазорным или плохим. В нуарах оно выглядит красиво и привлекательно, особенно в контровом свете и эстетском черно-белом изображении. И наверное да, но будет ли настолько же привлекательно на страсть к курению повлияли как раз фильмы, потому что курение зачастую во многих фильмах очень эстетизировано, то есть курение такой как ритуал с таким вот дымом, оно очень-очень красиво смотрится в первую очередь. Находиться в прокуренном помещении бара жарким летом на курорте вряд ли. Черный фильм потерял актуальность и привлекательность для массового зрителя с появлением цвета в кино. Чтобы воспроизвести присущий нуарам контраст света и тени, режиссеры неонуаров назначают наследником света тени темноту урбанистического пространства. Но при этом по сути если просто этот кадр десатуировать, то есть по сути если из него убрать в цвет, то есть если мы просто уберем из него насыщенность, то видите, получается тот же самый нуар. Картинка построена точно так же, цветовые пятна работают точно так же. Картинка, что цветная, что не цветная, она выглядит одинаково. все так же отчетливо читается. Что интересно, что потом вот этот вот нуар, он действительно станет неоновым. И одним из первых неоновых нуаров, которые вообще вот этот неон, которые созировали в фильмах, были коины. В просто кровь, если посмотрите там вот эти неоновые вывески, они по-особому смотрятся, и потом этот цвет переходит в какой-нибудь драйв. Которая подсвечена яркими огнями неона. Если перевести любой из многочисленных продолжателей традиции нуаров в черно-белую палитру, то они будут неотличимы от образцов классического периода. Другим путем идет, например, Дэвид Финчер, заимствуя основные элементы повествования, образы героев и пессимистичность. Здесь получается, что, да, здесь просто цвета вообще убраны, то есть они очень близки к черно-белому сами по себе. Тон режиссер намеренно приглушает насыщенность цветов и сводит ее практически к монохромности, чтобы создать точную стилизацию. Сейчас любой фильм или сериал, в которых действуют неоднозначные герои в шляпах и плащах, автоматически относятся к неонуарам. Сороковые давным-давно стали популярным ретро... Да, еще, кстати, один из шаблонных кадров нуара, когда идет дождь, то есть дождь, в общем-то, тоже такой штамп и тени от дождя, когда по стеклу текут вода и она как бы отражается на человека, то есть какой-то внутренний плач показывает персонажа, что такое вот есть, по-моему... А сила образов настолько велика, что уже нет необходимости в играх со светом или острых ракурсах, чтобы записать то или иное произведение в новую интерпретацию классических тропов. Сейчас еще тоже покажу, хочу продемонстрировать вам, то есть вот одно из того, что использовались в драйве и в подобных фильмах, было в просто крови, так самых, коинов, такие вот неоновые подсветки, чуть-чуть похожее будет, которые, соответственно, создают кадр, создают какое-то освещение, нуарный кадр, тры-тры-тры-трым, вот тут, тут, собственно, прям такой, больше цитат из коинов, вы видите, то есть просто кровь, тоже вот этот неоновый бар в фарго, какие-то цитаты прямые одной из другого в заинственности сюжета фарго и первого фильма Коинов «Просто кровь». Ладно, идем дальше. Классический нуар умер в конце 50-х и, как явление, вернулся в американское кино только в 70-е годы, другую эпоху социальной неопределенности и паранойи. Контркультурные движения, борьба за гражданские права, война во Вьетнаме и Оторгейтский скандал, эти события повлекли за собой еще одно мрачное десятилетие, а режиссеры-синефилы захватили экран американского проката. Тогда-то и появился Нео-нуар. Авторы нового Голливуда начали переосмыслять классические конвенции нуара. Роман Поланский и Роберт Таун задали новую планку пессимизма в стильном ретро-нуаре «Китайский квартал». А Мартин Скорсезе перенес изломанного героя в современность и вновь столкнул его с неуютной городской средой. Я ходил все вокруг. Я беру людей в Бронкс, Бруклину, я беру их в Харлем. Я не волнуюсь. Они не сделают мне. Зашкаливающая жестокость финала «Таксиста» была непредставима в задавленном цензурой и кодексом Хейса кинематографе с 40-х-50-х. После омажей 70-х, расширивших границы дозволенного в классических нуарах, авторы продолжили экспериментировать с элементами стиля. Дэвид Линч собрал в своих фильмах диковинное сочетание благополучных образов безмятежных 50-х и знакомых нам примет нуаров, которые внезапно могут ворваться мистические послания из других миров. Бегущий по лезвию соединил визуальный стиль киберпанка и классические элементы фильмов-нуаров. Кроме сюжетных и визуальных отсылок, важную роль в создании научно-фантастического нуара сыграли костюмы. Как одета Рэйчел? На ней все еще тот самый широкоплечий пиджак, который вернулся в моду в конце 80-х. Рик Декарт укрывается от дождя тоже плащ, который как бы плащ детектива из нуара. в фирменном кожаном плаще. И по-прежнему сохранено влияние немецкого экспрессионизма, очевидный источник вдохновения для футури... Метрополис и город бегущий по лезвию. Он, конечно, интересный город делался. То есть там одна небольшая часть лишь снималась на камеру, нативно. Остальное все дорисовывалось. То есть как здесь это по сути картинка вся отрисованная. Там тоже как картинка, но небольшая часть сделанная в декорациях, отснятая на обычную камеру. Остальное все дорисовано. Ищно в Лос-Анджелесе метрополис Фрица Ланга. Благодаря киберпанку нуар вышел за пределы кино и обрел новую жизнь в анимации. Кроме научной фантастики, аниме или уже упомянутых эротических триллеров появляются всевозможные пастиши, фильмы-подражатели эпохи прошлого. Ну, кстати говоря, одним из таких пастишей является мой любимый, хотя это не пастиш, но он очень, очень связан с пастишем, как таковым. Это фильм Барри Линден. То есть вот эти пастиши, это, соответственно, картины, нарисованные в стилистике старую. У Николаса Винденга-Рёфна город пропитан ностальгией. Режиссер увлечен аудиовизуальными элементами наонуара в 70-х. Он берет одну составляющую, не он, и делает ее основой своего фирменного визуального стиля. Несмотря на то, что действия происходят в современности, пространство у Рёфна пропитано все теми же тоской и пессимизмом. Гонконг в фильмах Вонг Карвая это потерянный город без прошлого, в котором разворачиваются истории любви между обычными людьми. Режиссер также пользуется визуальным наследием нуаров и переводит фатализм классических фильмов на язык грустной иронии. Нуары становятся комичными, как Дик Трэйси у Уоррена Битти или Мертвые пледов не носят Карла Райнера, в которых всем знакомые сюжеты доведены до абсурда. В последние годы Нуары проникают и в кинокомиксы. Город грехов Роберта Родригеса это боевик с преувеличенной силой классического образа. Хранители Алана Мура с режиссуры Зака Снайдера превратились в Эмма Нуар. А вселенная Бэтмена Кристофер Анована отразила страх и растерянность американского общества в эпоху после трагедии 11 сентября. Нуар вечно старое и вечно молодое течение в истории кино. Он меняется со временем, оставаясь неизменным. И сегодня продолжает завораживать зрителя романтическим пессимизмом и вызывать ностальгию по эпохе прошлого. Блин, как мне нравится «Бегущий по лезвию». Жалко, что он в басе своей нелюбим, даже вот эта вот вторая часть. или как-то ну, по сути, да, вторая часть. Даже продолжение. Вот, но он очень классно сделан, очень красивый визуально. Отличное видео, мне крайне понравилось. Заказывайте что-то еще, давайте что-то еще обсудим. «Бегущий по лезвию». «Бегущий по лезвию» «Бегущий по лезвию»